Приветствую вас. Ну, если вы решили услышать мнение специалиста, то я с радостью вам его дам, мнение специалиста. Но предупреждаю, что вам оно может не понравиться. С точки зрения профессиональной психотерапии, ваши отношения можно назвать какими угодно, но только не любовными. Только не отношениями, в которых люди любят друг друга. Потому что ревность это всегда принадлежность. То есть это такое, знаете, отношение, отношение, я бы сказал, собственничество к партнеру. И отношение собственничества к партнеру. Самого партнера делает малоотличимым вот вещь. То есть если, например, мужчина ревнует вас, и ревнует так, как он это делает, то он, по сути, воспринимает вас как свою, ну, как свою собственность. Вот. А это, как вы, я надеюсь, понимаете, это неприемлемо. Потому что человек вещью быть не может. Человек принадлежать кому-то на сто процентов не может, то тоже. Поэтому здесь не идет речь о любви. Здесь идет речь о страхе потерять и о восприятии, о восприятии партнера как именно своей собственности. Вот. Мне очень, мне очень неприятно вам это говорить, но, к сожалению, это правда. Вот. И, соответственно, первое, что нужно сделать, это пересмотреть то, как вы друг к другу относитесь. пересмотреть ваши отношения друг к другу. Сделать его, если нужно, более ценностным, более духовным. Это первое. Второе. Ревность всегда свидетельствует о том, что человек в себе не уверен. Ревность всегда свидетельствует о том, что человек боится потерять, допустим, другого. И боится остаться один. один. И это серьезная проблема. Вот. Очень серьезная проблема. Что люди боятся потерять. другого. Ну, другого. Да? Другого. Здесь также есть болезненное, в некотором роде болезненное сравнивание с себя. с другими. Вот. То есть, вы как бы, например, болезненно сравниваете себя с другими девочками, с другими женщинами. и соответственно, это все создает ощущение проблемы. Это все создает ощущение трудностей. Это все создает постоянное напряжение. и это действительно проблема. Поэтому нельзя нельзя сказать, что ваши отношения являются искренними. Ваши отношения являются в чувственними. Вот. И так далее. Понимаете? Какая штука. Поэтому и вы, и и ваш молодой человек не уверены, к сожалению, в себе. Вот. И не уверенность в себе достаточно сильно, достаточно сильно, мешает мешает вам обоим получать удовольствие от отношений друг с другом. Вот. Поэтому тут я рекомендовал бы работать и с собственной самооценкой, и со страхом одиночества, и с болезненным сравниванием себя, и с личными границами, и с природой восприятия партнера. Да? Вот. Со всеми этими моментами я предложил бы вам поработать. вот вы пишите, что может быть, она ему интересна, и меня это разрушает. Ревность это как раз таки неуверенность в себе с одной стороны, и с другой стороны желание Алены того, чтобы партнер принадлежал только вам. Вот. Тогда окажется любовь, если это действительно любовь, то она предполагает как правило всегда только свободу, любовь предполагает возможность отпустить, любовь предполагает возможность того, что человек будет человек имеет возможность, имеет свободу выбора, и в случае чего может например уйти, да, она может выбрать другого. Значит, вы пишите, не можете избавиться от чувства ревности к той знакомой, потому что вы боитесь остаться одна, потому что вы восприняли бы очень болезненно, если молодой человек так сам расстался, вы восприняли бы очень негативно, и у этого, опять же, есть причины, по которым вы восприняли бы это так негативно, есть причины. Причины заключаются в том, что вы на свой счет воспринимали бы то, что мужчина сам расстался, вы восприняли бы это как, ну, своего рода личное оскорбление. Скажем так, хотя на самом деле это не так. на самом деле дело здесь не в вас. Вот. Я понимаю, что мне все объяснило, даже показал показатель. Да, и еще это проблема доверия. Алёна. Проблема доверия заключается в том, что вы пытаетесь опереться в своих эмоциональных проявлениях, вы пытаетесь опереться в своем ощущении, скажем так, реальности, вы пытаетесь опереться на других людей. то есть на своего молодого человека. Опять же, тогда как в действительности для здоровых отношений необходимо, чтобы вы опирались только на себя. только на себя саму. Только на себя и на свои чувства. И проблемы доверия, которые очень часто стоят между людьми, и на самом деле всего лишь заключается в том, что люди не готовы полагаться на себя, полагаться на свои эмоции. да, ну, все, например, дело в том, допустим, допустим, что вы хотите, чтобы молодой человек нам что-то продемонстрировал. вы хотите, чтобы молодой человек вам что-то показал. Вот. Вы хотите, чтобы молодой человек что-то вам дал. Вот. Понимаете? Какая история. Вот. что-то то есть, дело здесь именно в этом. А на себя вы не полагаетесь. Понимаете? На свои чувства вы не полагаетесь. и это проблема. Ну, это это проблема для вас. В первую очередь. Вот. Поэтому в основе ревности в основе ревности как правило лежит именно такое вот обесценивание если можно так выразиться обесценивание собственных чувств, обесценивание собственных эмоций и так далее. И именно потому что вы обесцениваете себя и в глубине души считаете себя какой-то вот такой ну такой вы вы считаете себя не единственной да, вы считаете себя неценной вы сомневаетесь в своей ценности вот и появляется собственно говоря ревность вот во всем и из этого и из этого и проблема возникает возникает вот поэтому здесь такая такая вот история решается проблема тем что можно культивировать любовь к себе вот ну именно культивировать хорошее отношение к себе вот с одной стороны с другой стороны личность и рост вот и с еще одной стороны это вывод это вывод это вывод отношений на более такой я я бы сказал высокий личностный уровень вот понимать какая штука если вы это сможете сделать то я думаю что ваши отношения будут более более здоровыми более здоровыми более здоровыми на сейчас 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 ваша взаимная ревность вас столько листь разрушает разрушает и если вы хотите сохранить отношения что вам нужно начать наверное с себя и отказаться от этого такого порочного я бы сказал круга взаимной ревности взаимных подозрений взаимного контроля вот кстати говоря контроль это способ достижения безопасности то есть люди прибегают к контролю когда хотят получить безопасность вот но и безопасность в свою очередь проблем с безопасностью в свою очередь хоть и является естественной но достигался может разными способами и вы достигаете потребности безопасности я бы сказал способом деструктивным потому что от этого грубо говоря есть вред и вам да и от этого есть вред вашему партнеру тогда как безопасности можно было бы достичь и совершенно другим способом например через работу с личными границами через отстраивание личных границ понимаете это мне кажется очень важно это такая вот история если вы хотите развиваться в этом направлении если вы хотите становиться более зрелый а ну как бы эмоционально лично сна вот а такая вот история а на этом на этом в принципе все а я надеюсь а что помог вам а если вам понравился мой ответ буду благодарен за его оценку в качестве лучшего вот я отдаю себе отчет в том что быстро ваше отношение не исправить и вам в общем то эээ самой нелегко будет эээ ну скажем скажем так поменять поменяться поменяться да но тем не менее если вы хотите сохранить отношения то а ну нужно будет это сделать и если вы любите своего мужчину тоже а все вещи которые вы описываете это все эээ вследствие такого недоверия вследствие предметного эээ собственнического восприятия отношений вот и соответственно это все можно подкорректировать и если мы это подкорректируем что я думаю что эээ все проблемы в принципе решат эээм такая вот история такой момент эээ я надеюсь что помог вам если вам понравился мой ответ я буду благодарен за его оценку в качестве лучшего я вам желаю всего самого доброго удачи и наверное небольшой такой подскриптум то о чем я забыл сказать ээээ еще это о том что отношение к сексу ревность к сексу ревность эээм она связана с тем как что человек относится эээ именно к сексу т.е. если отношение к сексу и к сексу �리 в целом у человека ээээм акцентированное эээ smashing сексуальной связи в целом у человека акцентрированного, то есть имеется ввиду, секс много значит для партнера, ну и для нас в принципе тоже, то в таком случае, я бы сказал, нужно корректировать именно его, понимаете, потому что в обратильном случае вы можете получить крайне неприятную историю в виде таких вот постоянных всплесков ревности то с его, то с вашей стороны, вот, ну и самое главное, что это постоянный контроль, опять же. Вот, все, на этом все, всего вам доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится.